Здравствуйте! В эфире телеканала 24КЗ Парламент. Программа о деятельности главного законодательного органа республики. Меня зовут Адиль Нуртай. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Официальный размер прожиточного минимума в Казахстане составляет 18 660 тенге. Однако сенаторы поставили эту цифру под сомнение. Вот все эксперты и зарубежные, и наши везде доказывают, что прожиточный минимум сейчас должен быть не менее 30 тысяч тенге. Вот как-то ваше министерство просчитывало это, сколько это на бюджет, какая нагрузка будет. И вообще перспектива, когда мы можем перейти на нормальное прожиточное минимум, которое нужно, должен быть. Тамара Дюсенова сомнения сенатора Турегильдинова фактически подтвердила. И по словам министра, сегодня сравнять желаемое и действительно не представляется возможным. Прожиточный минимум мы сегодня используем для исчисления социальных выплат и предоставления адресной социальной помощи. Но, значит, вы знаете, минимальная заработная плата с учетом базовой сегодня составляет 28 тысяч тенге. Это рядом, да? Да. И в этой связи, значит, то, что структура прожиточного минимума сегодня не соответствует, мы с этим уже, значит, вышли, предложение свои внесли. И если мы сегодня поменяем, то тогда дополнительно расходы в бюджет составляют 334 миллиарда тенге. И в этой связи мы сейчас с Министерством экономики обговорили и в проекте прописали, что с 2017 года это будет повышено. Сенатор Светлана Жалмагомбетова, однако, призвала правительство честно признать реалии сегодняшнего дня и не манипулировать цифрами. Было бы, наверное, честно, если бы мы сказали, прожиточный минимум в Казахстане реальный, сегодня составляет, допустим, 25 тысяч или 22 тысячи. Но мы можем обеспечить сегодня процентов на 65, на 70, на 80. Но по мере развития экономики, так скажем, эта продовольственная корзина будет расти. Еще одна инициатива Светланы Жалмагомбетовой заключается в том, чтобы обязать государство вносить пенсионные взносы за неработающих многодетных матерей. Сегодня решена проблема стопроцентного перечисления взносов за работающих женщин, которые сидят по уходу за ребенком. Это очень хорошая норма. Ее внес президент. И сегодня в законодательном акте мы поддержали. Но остается открытым вопрос участия в пенсионных накоплениях многодетных женщин. Я не беру просто неработающих женщин, а многодетных женщин. И в том числе многодетных малобеспеченных семей. Я считаю, что за них взносы должно вносить государство пенсионное. Потому что мы сегодня вносим 10% за судей с бюджета. Ну а что, женщины многодетные меньшую функцию выполняют? Они выполняют большую государственную функцию по увеличению количества работоспособного населения. Поэтому в данной ситуации, я думаю, эту проблему надо в перспективе решить. Однако, по словам Тамары Дюсенова, сегодня такой широкий жест государственному бюджету не по карману. И единственное, чем может помочь правительство безработным многодетным матерям, это содействие в трудоустройстве. Мы провели некоторые расчеты, а это пока стоит очень дорого. В этой связи наша первая задача, это будет обеспечение занятостью этих женщин. И далее уже, так же, как работающим женщинам, оказывать поддержку, как в части субсидирования, так и в части своевременного обеспечения, перечисления работодателями на их накопительные счета. На этом наше время подошло к концу. Смотрите программу «Парламент» каждый день в эфире круглосуточного информационного телеканала 24КЗ. И вы узнаете еще много важного и интересного из жизни главного законодательного органа нашей республики. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова